Здарова, народ! Я продолжаю строить свою беседку и дошло дело до земляных работ. Я вооружился металлоискателем и решил объединить, что называется, приятное с полезным. Буду и копать ямы под столбы, под детскую площадку. Технология у меня сегодня будет какая? Я не собираюсь заниматься тут раскопками по всему участку. Я планирую проверять только те места, где у меня будут закопаны столбы. Соответственно, я нахожу чистое место. Так, тут уже что-то есть. Я нахожу чистое место, где вот точно ничего нет. Ну, вот здесь точно ничего нет. Кладу сюда подстилку. Хоп! И, соответственно, буду выкапывать землю, класть на подстилку. И здесь уже на подстилке буду проверять и искать находки. Металлоискатель решил взять, потому что когда-то давно в этой части огорода мы сажали картошку. И достаточно часто находили всякие там монетки. Ну, а чем, черт не шутит, вдруг чем-то найду. А даже если и не найду, все равно прикольная игра для детей получается. Вроде как клад ищем. Им очень понравилось. Они на каждый писк этой машинки так бурно реагировали, как будто там кусок золота лежит. И совсем скоро мы действительно что-то нашли. Да? Что-то в руке. Смотрим. Первое. Оп, здесь нету. Здесь, а где она? Так, подожди. Вот, 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 вот. Что это, что это? Да, блин. Вот что тут писает? Так, у нас, наконец-таки, крутая находка. Гвоздь, товарищи. Очищаем огород. У нас второй гвоздь. Скоро можно будет гвозди магазин открывать. Гвозди магазин, это, конечно, хорошо. Но не надо забывать о самом главном. Мы здесь не клад ищем, а площадку устроим. Так что первую опору уже можно устанавливать. Так, кто не понял, что сказал мой сын, он сказал Гоконо и Кисекино. Это значит, ни горки нет, ни качелей тоже нет. Так, первая более-менее существенная находка, судя по всему, это кованый гвоздь без шляпки. Ну, уже неплохо. Еще один гвоздь нашли. И вторую опору тоже поставили. Вот, опять контролер пришел. Спрашивает, что, это уже качели или это уже горка? А я, меж тем, индейскую народную избу построил. Фиг вам называется. Аж слеза наворачивается. Сын пошел по стопам отца. Я же по профессии археолог, и этот мелкий, вон уже, с металлоискателем ходит. Клада мы, конечно, никакого не нашли, но зато вот так вот за играми и раскопками спокойненько установили все опоры. Теперь нужно поставить верхнее огромное бревно, тяжеленное до ужаса вообще. Кстати, друзья, если затеетесь вот такое строительство вести, обязательно нужно применять средства защиты индивидуальной, и обязательно нужна каска. Короче, пока собирал, подгонял, мне вот это бревнище упало на голову. Пришлось немного обезопаситься. Во славу советского хоккея теперь делаем все. Вот тут вот качели, а вот тут будет горка. А это уже следующий день. Я натянул уровень для того, чтобы выставить площадочку красиво. Долго думал, заливать бетон или нет, но все-таки решил просто забутовать все камнем и закопать. Потому как знающие люди сказали, что дерево и бетон, они особо не стыкуются, толку в этом не будет никакого. Кстати, заметили, какая на мне сегодня стильная жилеточка? Это бабушка мне подогнала. Верхнее бревно, так же, как и все остальные, креплю при помощи шпилек и гаек М8. Но даже когда я все закрутил и затянул, как следует, все равно оставался боковой люфт, конструкция шаталась. Поэтому решил сделать вот такие укосы. И после их установки стало мертво. Ну и выглядит гораздо симпатичнее. Тоже долго думал, как крепить сами качели. В итоге пришел вот к такому варианту. Купил анкера, самые длинные, которые нашел. Убираем вот эту часть анкера, которая не нужна. И купил отдельно гайки на 10. Вот такое крепление. Верхней перекладиной делаем сквозные отверстия. И так как анкер недостаточно длинный, мы применим такую хитрость. Рассверлим 24-м сверлом, и тогда анкер притопится, и его длины точно хватит. Расстояние между анкерами 50 см. В принципе, должно хватить, чтобы повесила качелька. Сами качели, да и любые другие подвесные конструкции, которые сюда буду вешать, будут крепиться на карабин. Карабинов я пока не купил, а качели показать уже хотелось, поэтому просто примотал. Детей у меня двое, соответственно, и качелей будет две. Обратите внимание, слева у меня бревно на полтора метра выступает. Я его тоже буду использовать. В него тоже вкручивают два анкера с кольцом. Здесь на карабины будут крепиться всякий спортивный инвентарь. Ну, например, канат, или лесенка, или еще что-нибудь. Даже грушу можно повесить и тренироваться. Выходит такая модульная конструкция. Вешай что хочешь и меняй функционал. Прикольно. Даже была такая мыль, что вот здесь слева можно повесить детские качели, а в центральной части повесить садовую качель. Итак, на этом вторая часть, а постройка моего детского городка подходит к концу. Уже что-то есть, конструкция стоит. Здесь уже можно играть. Есть двое качелей, груша, чтобы ее бить, и канат, чтобы на нем лазить. Теперь вот в этом проеме осталось сделать горку. Но это будет в следующий раз. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok